Дальзаводская Сейчас мы радуемся, что получили новое, свое уже жилье. В принципе, заехать в квартиру и жить можно. Ну а там дальше посмотрим. Это очень хорошо, что есть ванны, туалет, не голые стены, как с нуля некоторые люди заезжают. А у нас уже это все есть. Сантехника стоит, плитка, все есть. Поблизости вся инфраструктура для комфортной жизни. Дом детского творчества, школа, остановки общественного транспорта, магазины и новый детский сад на 200 мест. Новый дом по адресу Порт-Артурская, 46А, уже пятый, построенный по программе главы Владивостока Игоря Пушкарева по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, реализованный при поддержке федерального бюджета. Вместе с семьей Галушка на воселье таким образом отпраздновали 169 семей, которым раньше приходилось жить в бараках, где не было ни водоснабжения, ни канализации. О былых неудобствах теперь вспоминают неохотно. Сначала воду нагреваешь, потом сначала ее принести надо, сначала эту воду. А если еще колонки нет, так это вообще, конечно, проблематично. Строительство началось в декабре 2013-го. И всего за три года по заказу администрации Владивостока возвели пять новых многоквартирных домов в соответствии с современными требованиями. Вентилируемые фасады, полная внутренняя отделка, приборы учета. Во всех квартирах наклеены обои, уложен линолеум, смонтированы инженерные сети, установлены межкомнатные двери, в санузлах уложена плитка, установлена сантехника и электроплиты. То, чего людям так не хватало на прежней жилплощади. А кухня какая большая. Слушай, хорошая кухня. Первые три дома по улице Порт-Артурской были заселены в январе 2015-го года. Тогда новоселами стали 84 семьи. Еще один дом по улице Карла Маркса на 42 квартиры был сдан в январе 2016-го. Просто отлично сделано. Очень красиво все, очень удобно все. Планировка отличается в квартирах. Квартиры светлые после наших домов старых. Все квартиры в новостройках с индивидуальной планировкой. Это требование прописано в жилищном кодексе Российской Федерации. Мы представляем гражданам равнозначное по общей площади жилое помещение. Таким образом, если у гражданина была условно двухкомнатная квартира определенного метража, то именно такую квартиру он и получит в построенном доме. Сейчас идет заселение семей в последний пятый дом, построенный по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. За большинством семей уже подписаны договоры. Новоселы с удовольствием обустраивают новые квартиры. Завершена и сама программа по переселению. По федеральной программе расселения граждан из аварийного жилья, все дома, которые были признаны аварийными до 2012 года, мы могли расселять по софинансированию из Федерации. По распоряжению главы города Игоря Сергеевича Пушкарева такая программа на уровне города была принята. И мы с 2013 года по настоящее время построили пять домов. Новые дома получили высокую оценку федерального центра. Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в ходе рабочей поездки по Приморскому краю назвал многоквартирные дома по улице Порта Артурской одним из лучших примеров реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в России. Софинансирование из федерального бюджета оказалось действительно настолько весомым, что это позволило реализовать муниципальную программу в довольно короткие сроки. И в дальнейшем, если федеральная программа расширит свои критерии, то муниципалитет вновь примет в ней участие. А значит свои обустроенные квадратные метры получат десятки, а то и сотни владивостокских семей, которые сегодня вынуждены жить в бараках. Инна Щедрова, Андрей Макаров. Новости на восьмом.